Мне кажется, это очень уместное такое помещение для концертов камерной музыки, и не только камерной. Вообще для академической музыки формат вот такой лофт, это как театр без декораций, типа театр Мейрхольда. Когда и так ясно, что стул ставят на сцену, он может быть либо широй, либо столом, либо плахой, либо так, не знаю, трибуной. Вот тут тоже никакой мебели, кроме рояля и банкетки, и еще стул для того, кто переворачивает страницы. Да, и еще кое-то корову. А я, главное, не человек, больше ничего не надо. Мне кажется, это меня отвлекает уже от музыки. По поводу греки. Столько людей приходит на этот формат. Как вы думаете, это связано с атмосферой, или с чем-то другим связано? Это связано с тем, что людей не загоняют в рамки академического зала. Многие люди не ходят в обычный романтический зал, потому что боятся, что будут неадекватно себя вести. Там, запор в венужный момент, да, там, которые завернут конфету, и там вот одеты им так, или заснут в какой-то момент. А тут получается, что они свободны от этих условностей, они пришли, и им уже становится интересно. Тем более, если им еще что-то рассказать. Красиво, познавательно, с юмором. Но как-то не показывать, что музыканты отделены сценическим барьером от публики. То есть мы вместе с вами. В этом вся прелесть. И камерные музыки в частности. Потому что камерный музык можно понять и ощутить только в небольшом расстоянии. Потому что самое интересное, это взаимодействие музыкантов между собой. А когда за этим наблюдаешь, еще, как мы рассказали, становится вдвоем приятно и интересно. То есть публика как бы соучаствует в происходящем. Да.